Начало 2021 года несомненно войдёт в историю как важное событие для Ближнего Востока. Спустя три с половиной года Саудовская Аравия и ряд арабских стран сняли блокаду Катара. Соглашение о примирении подписали участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 5 января. Соглашение полностью прекращает разногласия с Катаром и позволяет вернуться к дипломатическим отношениям в полном объёме. Отныне мы будем действовать как единая система для противодействия вызовам в регионе. Договорённость о прекращении дипломатического кризиса предусматривает также открытие воздушного пространства морских и сухопутных границ с Катаром. Слухи о нормализации отношений между Саудовской Аравией и её союзников с одной страны и Катаром с другой ходили давно. Однако документ был подписан только сейчас. «Почему сейчас это произошло? Тут, наверное, можно несколько факторов обозначить. Это в том числе и изменения в Белом доме. Все ждут Байдена с его новой политикой. С другой стороны, наверное, обе стороны поняли, что дальнейшая вот эта изоляция, дальнейшая настроенность на конфликт, она ни к чему не приведёт. Это всё. В итоге Катар как бы справился с существующей ситуацией, у него хватило ресурсов и резервов. И, в принципе, от этого противостояния ни та, ни другая сторона ничего полезного не извлекает. Я думаю, что такие важные моменты, что, в принципе, поняли, что в данный момент от этого конфликта, от этой изоляции взаимной теряет только страны региона. Ну и, наверное, общий тренд на нормализацию, который, в принципе, был в том числе и простимулирован администрацией Трампа, сыграл свою роль». Эксперт считает, что ещё остаётся масса вопросов, которые предстоит решить странам, чтобы вновь не повторился этот конфликт. Напомним, летом 2017 года Саудовская Аравия и ряд стран заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху во вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада Эмирата. Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на его суверенитет. Субтитры создавал DimaTorzok